Продолжение следует... Глаголы в будущем времени изменяются по лицам и числам, то есть спрягаются. И мы с вами проспрягаем два таких глагола. Глагол «рассказать», «что сделать» и глагол «говорить», «что делать». Итак, я расскажу, мы расскажем, ты расскажешь, вы расскажете, он расскажет, они расскажут. Глаголы, отвечающие на вопрос «что сделать», имеют формы будущего времени, состоящие из одного слова. Проспрягаем глагол «говорить». Буду говорить, будем говорить, будешь говорить, будете говорить, будет говорить, будут говорить. Сделаем вывод, что глаголы, отвечающие на вопрос «что делать», имеют формы будущего времени, состоящие из двух слов. Следующая наша тема – это правописание гласных «о-йо» после шипящих в корне слова под ударением. Здесь все достаточно просто. Пишем гласную «йо», если есть проверочное слово с гласной «е». Происходит чередование гласных «йо» меняется на «е». Так происходит в слове «шерстка». «Шерстка» после шипящей в корне мы пишем гласную «йо», потому что есть проверочное слово «шерсть». Гласная «е» здесь произносится четко, является проверочной. Эта гласная «е» не всегда бывает ударной. Главное, что она есть. Существует чередование «йо-йо». Так, в слове «черточка» в корне пишем гласную «йо», потому что есть слово «черта» с гласной «е». Гласное «о» после шипящей в корне слова пишется в том случае, если нам не подобрать проверочное слово. Гласное «о» не проверяется. Так происходит в словах «шорты», «чокнуться». Как правило, это слова заимствованы иностранного происхождения. И последняя наша тема – это грамматическая основа предложения. Она состоит из подлежащего и сказуемого – это главные члены предложения. Подлежащие обозначает предмет речи, отвечает на вопросы «кто что» и выражены существительным или местоимением в именительном падеже. Сказуемое обозначает, что говорится о подлежащем, отвечает на вопросы «что делает предмет», «каков он», «кто он такой», «что такое этот предмет». И сказуемое может быть выражено глаголом, кратким прилагательным и существительным. Теперь обратимся к предложениям. «Плод заскользил вниз по реке». «Что?» «Плод» – это подлежащее выражено существительным в именительном падеже. «Плод что сделал?» «Заскользил». Выражено глаголом сказуемое. «Я могу говорить только о звездах». «Кто?» «Я?» – подлежащее выраженным местоимением. «Могу что делать?» «Могу говорить». Сказуемое выражено двумя глаголами. Такое достаточно часто встречается в предложениях, когда сказуемое выражено не одним словом, а несколькими. «Это звезда одинока». «Что?» «Звезда». «Что говорится про звезду?» «Звезда какова?» «Одиноко». Сказуемое выражено кратким прилагательным. «Пещера» – это хорошее укрытие. «Что?» «Пещера». «Что говорится про пещеру?» «Пещера» – это что?» «Это укрытие. Сказуемое выражено у нас в существительном в именительном падеже. И добавляется к нему частица «это». В таком предложении необходимо поставить тире между подлежащим и сказуемым. И последний пример. «И ни одной лодки им не попалось на пути». В этом предложении нет подлежащего. Здесь нет предмета речи, нет слова, которое отвечало бы на вопрос «кто?» или «что?». Есть сказуемое – «не попалось». Есть дополнение – «не попалось кому?» «им». Местоимение в косвенном падеже. «Не попалось чего?» «Ни одной лодки». Тоже дополнение выражено целым словосочетанием. Такое тоже достаточно часто встречается, когда грамматическая основа предложения выражена каким-то одним главным членом – подлежащим или сказуемым. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok